ТЕАТРЫ РОССИИ Балетмейстер Фокин. Дело в том, что надо просто ту эпоху вспомнить, что там витало в воздухе. Во-первых, начались раскопки европейцами западными всяких древностей. Египет, Греция древняя. И, естественно, откапывались не только камни, какие-то скульптурные памятники, но и литературные. И был найден роман Лонга. Это третий век нашей эры. Дафни Сыхлоя. Это такой букалистский роман. Это был такой стык. Раньше писали, это была поэзия. Вот это такой, так скажем, стихи в прозе, что ли. Это такой вот букалистский роман Лонга. Приблизительно считается, датируется третьим веком нашей эры. И Дягилев, он человек культурный, интересующийся. Заинтересовал этот сюжет. Очень так романтично. Все это пастораль. Пастушка Хлоя, пастул Дафнис. Их подбросили. Они были детьми знатных родителей. В общем, бразильский сериал. Рабыня Изаура или вот из этой серии. Вот один в один. И музыка была замечательная, написанная Равелем. Редкий хореограф не мечтает поставить этот спектакль, эту партитуру. Будем считать, что слава богу, мне, так скажем, повезло, что у меня была возможность это реализовать. Но здесь надо было что-то делать. Про пастухов ставить не надо было. Мы решили пойти другим путем. Музыка ориентальная. А то, что мы сегодня называем ориентальным, это на самом деле есть византийская музыка. Потому что когда в 1451 году султан Мухаммед Красивый или как-то там его звали захватил Константинополь, они были поражены вот этой культурой византийской потрясающей, греческой византийской. И у мусульман тогда своей музыкальной культуры не было. И в основу мусульманской музыкальной культуры как раз легла византийская музыкальная культура. Поэтому то, что мы сегодня называем ориентальным, это на самом деле византийская музыка. И Равель, он же писал музыку как бы древней Греции, поэтому у него очень четко прослеживается ориентальный мотив. Но для меня, для меня уже с точки зрения сегодняшнего, сегодняшнего и современного человека, у меня французский композитор ориентальность. У меня сразу вот навеяло, я сразу вспомнил про колонии, Северная Африка и потом пошли ассоциации с Рессой, вот этот знаменитый фильм с Марлен Дитрих и Гарри Купером. И остальные вот эти вот все, я сразу это все заново пересмотрел. И вот начало это вступление и вот просто навязчивая идея, вот солдатам снится эротический сон. Вот как ни крути. Поэтому я оставил все имена и оставил одного, жалко было выбрасывать, фантастического персонажа Эрота. Вот как раз во сне в первом Дафниса и пошла череда снов. Марева, вот этот вот такой жаркий бред, оставил Эрота. Тем более, что это большая, в общем-то, самодостаточная хореографическая свита. Она идет 10 минут вступления. Вот это там, это называется рассвет, по-моему, или утро. Вот, у Равеля и все. А все остальное, это, в общем-то, такое, по мотивам романа Бено Винье о Мижали. По нему же снят и фильм, ну, немножко с другим сценарием, естественно, режиссер Марокко. С Марлен Дитрих и Гарри Купером. Но вот, посмотрев все, мне интересно, это очень редкая книга оказалась. Вот она была найдена только издание 26-го года на немецком языке. Этот роман Бено Винье. Не его перевели. Вот, фильм тоже не буквально, естественно, по нему поставлен. Естественно, и балет тоже, потому что там не было никаких снов, никаких видений, ничего. Но в балете, понимаете, как ни крути, будь то классический или современный балет, всегда повод для танца, это либо заснуть, либо впасть в какой-то транс. Потому что балет это как раз то, чего нельзя сказать словами. А в жизни ассоциация с этим, это тоже не такое, не совсем штатное, я бы сказал, состояние. Да, немножко состояние какого-то другого режима. Да, либо выключение, либо сна, либо каких-то раздумий, либо, ну, в общем, какого-то внутренней жизни состояния. То, что мы не видим, но мы знаем, что это вот, это другая реальность. То есть балет это тоже другая реальность. Вот, у нас получился двухактный балет, потому что не хватало раскрутить сюжет это на один акт, и не хватало музыки. Но поскольку Равель, он интонационно очень похож сам на себя, вот, то какие-то места я повторял из его же «Дафниса и Хлои», и взял из «Испанской рапсодии» потрясающей, там, «Ночная серенада», «Испанская рапсодия», «Первая ночь» картина, она очень подходила вот для сцены в тюрьме, просто потрясающе. Ни один критик не заметил, кстати, что, ну, это надо было подробно прослушать, поэтому было очень полное ощущение, что продолжается именно Равелевское это произведение. Ну, музыка, безусловно, Равелия, естественно. Вот, поэтому мы ничего не изменили, ни ноты не дописали, ничего, но просто какая-то музыка Равелия из других его произведений была добавлена. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА